Против точечной застройки и переименования советских площадей и исторических улиц партия КПРФ готовится к предстоящим выборам с лейтмотивом за правду и за процветание народа. Кандидаты выдвинуты по всем 18 одномандатным округам. Каждый настроен на справедливую борьбу. В своем успехе партийцы уверены. Например, сенатор Айрат Гебадинов, говоря о будущем, отметил КПРФ партия победителей. В этом с ним согласен первый секретарь обкома. По словам Алексея Куринного, коммунисты – основная оппозиционная сила. А потому среди избранников – простые люди, которые понимают проблему ульяновцев, действуют в их интересах. Люди, что называется, из простого народа. Это учителя и врачи, причем не главные, скажем так, или не только главные. Это рабочие, это мобилизованные. У нас три мобилизованных в составе наших списков будет. Тех, кто сегодня выполняет задачи на новых территориях, как таковых. Это известные активисты, это профсоюзные лидеры. Поэтому весь спектр повторяют тех людей, которых вышли, что называется, из простого народа. Не чиновники, не олигархи, не начальники. Главный конкурент партии коммунистов – Единая Россия. А потому избирательная кампания будет сложной. Это отметил глава области Алексей Русских. Губернатор добавил – важна грамотная подготовка. Я также планирую максимально, несмотря на занятость, также поучаствовать в кампании, поучаствовать очень серьезным образом. С основными нашими кандидатами по одномандатным округам я лично проедусь по каждому округу, проведу лично встречи с избирателями. Поэтому в таком ключе давайте с вами мы оставшееся время на выбор отработаем. А осталось чуть больше двух месяцев. Выборы назначены на 10 сентября. Тогда будут избраны депутаты в Законодательное собрание Ульяновской области, Городому Димитровграда и представительные органы муниципальных образований региона. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда. ТВ.